что-то мне стало лень не выходить в эфир такая лень обуяла не выходить эфир вообще ужас поэтому посижу-ка я в эфире лениво нифига не это не выходить и там какие-то вопросы не дочитала походу если были какие-то вопросы хотя я не знаю уже какие могут быть вопрос идем и чувствуем берем и чувствуем кайфуем вот прям 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 сейчас надо народу будет поменьше потому что многие убежали танцевать 10 20 30 тысяч рублей про деньги да все задают вопросы но вы испытываете недостаток денег у вас чувство недостаточности поэтому он как бы проявлен как почувствовать блин ну что вы на эти деньги хотите пишите желание еще раз повторяю пишите желание я а денег ну хрен вы получите чувство на самом-то деле даже если от того что они будут у вас просто лежать ну хорошо просто будут лежать что вы чувствуете когда они лежат у вас большими грудами и так отключает мне сигнал почему-то так сигнал отключился я короче потерялась вот представьте да что вы чувствуете когда они у вас будут лежать прям грудами грудами ну и проживите этот момент прочувствуйте это покайфуйте в этом состоянии что они у вас есть представьте что они у вас есть вот какие чувства вы испытываете воспроизводите их вы знаете что вы можете скачать и плясать лишите но у меня есть деньги ну как вы себя ощущаете что вы делаете да вы не заботитесь там больше ни о чем вам пофиг на завтра вам этого сейчас не хватает вам должно быть сегодня хотя бы на один день стать пофиг на завтра и просто делать что вы хотите сегодня от этого придут деньги только от этого когда вы эти чувства себе дадите что я еще могу испытывать когда деньги на счетах лежат у меня там большие на чувствую комфорт ну почувствуйте сейчас комфорт идите повалять на диване почувствуйте как вам хорошо но будьте в себе внимание на себе не то что вы там валяетесь в думках а завтрашнем не а вот сегодня прям на валять на танцуете наваляйтесь там напойтесь нарисуйтесь делайте что хотите ну хотя бы один день побудьте что какие еще чувства вам дадут деньги мне ничего в голову не приходит кроме чувства что мне пофиг на завтра не хочется сегодня блин заняться своими делами так займитесь этим вы займетесь этим деньги придут но только от этого они от того что вы будете думать о завтра когда они там у вас появится отвечайте мозги своей у меня страх что они не придут они не придут правильно страх это то что хочет прожить ваша душа и вы это проживаете проживайте дальше позже мы но если вы знаете то что материальная действительность это только проявление ваших собственных чувств какие вообще страхи они отваливаются когда вы в моменте сейчас начнете чувствовать свое тело хотя бы начните с того что чё чувствует мое тело закройте глаза порисуйте себе фантазийные миры покайфуйте хоть что-нибудь сделать хоть что-нибудь чтобы отвлечься от завтра в это время вас не будет беспокоить завтра потому что вы отвлечетесь и чем-то займетесь вам это чувство просто ну капец необходимо вы соскучились по этому чувству сегодня вы заскучились по чувству я есть соскучились по чувству ничего не делание бесконечные гонки вот просто скучились ну дайте себе уже божечки мой вы родились для того чтобы чувствовать ну дайте себе эти чувства закройте глазки почувствуйте как вам хорошо хотя хотя бы час в день выделить на то чтобы не думать о завтра просто час пока делайте то что вы хотите проживите один час если вы так боитесь за завтра хрен с ним бойтесь 23 часа в сутки но один час посвятите себя своим чувством что вам сейчас хорошо вот на один часик но как где там часик там и 2 а там и 3 и вы поймете то что это чувство можно испытывать сейчас в не обязательно ждать этих корт денег потому что вы можете почувствовать сейчас а когда вы изобильны у вас все есть вас есть все чувства и вы их чувствуете то соответственно мир изобильный вы видите эти деньги везде они к вам бегут и вы вам они уже не нужны потому что нафига него у вас и так все есть но когда у вас все есть вам придется убегать от них потому что они будут за вами гоняться но только так по другому никак вы знаете что так невозможно знаете и правда вам это подтверждает но смените точку обзора на один день хотя бы на один час и правда подтвердиться потому что правда всегда подтверждается вы знаете что это невозможно получить лежа на диване деньги невозможно вы знаете вы подтягиваете старую картинку прошлого старый кадр под новые опять заменяете новый кадр старой картинкой но если вы разрешите себе один час в день сказать что у меня все есть и просто чувствовать как будто они у вас есть я не могу объяснить словами как почувствовать что они у меня есть пробуйте просто закрывайте глаза и пробуйте но многие чувства они вызываются еще и движухой в теле поэтому танцуйте что вы на эту груду денег можете купить какие удовольствия покушать за квартиру ну хорошо покушать а кушать вам какие чувства дают а квартира вам какие чувства дают да я куплю квартиру буду ходить танцевать голый ну так танцуйте голый и тогда вам придет квартиру и тогда он придут деньги но вы это блин почему-то думаете что материальная действительность мне подтверждает другое вон у васи и пейте да они вам подтверждают потому что вас и петя наделены вашими чувствами все персонажи нейтральны и вас и петя все вокруг вам подтверждать что но этого не может быть но когда у вас просыпается интерес а интерес это импульс желание увидеть как тогда запускается поток поток любви движуха движущая сила на которой не надо прикладывать никаких усилий потому что этот поток инерция называется импульс это та сила которого столкнула инерция уже шарик по инерции покатился ну да и вот так ну какой какая-то силы импульса какое-то напряжение какое-то напряжение и заряд 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 как вы можете себя зарядить интерес вы можете зарядить себя только интересом больше никак мне интересно а почему я так решил вас и петь и мне подтверждать ну да потому что сама подтверждающаяся правда а может быть по-другому а может быть а может и не быть они проверить ли мне но интересно мне проверить по-другому Проверяете и офигеваете, потому что, когда вы проверяете, вы по-другому делаете что-то. Если вы старые действия будете делать по-старому, ну ничего же не поменяется, да, будет то же самое. Но если у вас есть интерес попробовать по-новому, по-другому, а как это вот? Нелитка говорит, ничего не делайте, лежите на диване. Я вообще не говорю лежать на диване. Это я просто пример привожу. Я вообще не могу лежать на диване, мне всё время нужно работать. Мой мозг работает круглосуточно, даже когда я сплю. Я когда лежу, я работаю. Мои мысли работают. Моё тело там внутри так работает, вообще не остановить. Движуха, она бесконечная. Я даже когда лежу на диване, у меня движуха. Но я не могу долго лежать, потому что я существо, которое не могу долго делать одно и то же. Мне всё время что-то новенькое нужно. И вы такие же существа, по образу и по дубе. Потому что мы все хотим постоянно что-то новенькое. А если я вот ничего не хочу, я хочу лежать. Да вы не насладились лежанием, потому что были в мыслях. Как только насладитесь, проживёте эти чувства, покайфуете. Реально належитесь, вот прямо аж от до кайфа. Вот належитесь. У вас сейчас коронавирус специально создан для того, чтобы лежать. Належитесь. И тогда вам больше в вашей жизни, вот 100%, уверяю, не захочется лежать. Вам захочется делать что-то. Я не знаю, что делать. Стойте до тех пор, пока не узнаете. Просто насладитесь тем, что вы стоите. Не знаете, что делать. Сядьте, сядьте, сидите, насладитесь моментом. Сейчас сиденье. Я тоже ничего не знаю, что будет там через секунду. Вообще не знаю. И знать не хочу. Мне интересно не знать. И вот это и есть движуха, когда я ничего не знаю. И мне интересно, блин, кайф. А что я сейчас чувствую? Вот это вот мне интересно сейчас. Потому что больше... Мне интересно, как я эти чувства буду воспроизводить бесконечно. Всякие разные гаммы, букеты чувств. И я наблюдаю материальную действительность, мне их воспроизводят. И мне для этого не нужны и деньги. Но если я хочу, чтобы они каким-то образом появились, эти желания мои, я не держу фокус внимания, что они именно через деньги должны появиться. Я просто себе блокирую вообще кучу всего. Потому что это желание может осуществиться любыми способами. Наше прошлое не существует. Оно из точки сейчас. Мы его вспоминаем якобы. Но на самом деле оно не такое. Наше прошлое состоит из всех вариантов событий, каких только возможно. И мы вспоминаем то прошлое, которое у нас сейчас в голове из нашего состояния. Понимаете? Поэтому я завтра могу увидеть, что у меня, кажется, пять дедушек, все ставили наследство. Хрен его знает, что может произойти. В какой квантовый скачок Вселенной я попаду и буду наблюдать, с какой стороны, с какими чувствами, с какого состояния. Мне неизвестно. А зачем тогда, если с точки сейчас всё творится, если вы в этой позиции, думайте завтра. Оно невозможно. Просто невозможно. Какими вообще вариантами и способами может быть оно? Не знаю. Прошлое меняется, и люди все меняются, и воспоминания у всех людей меняются. И всегда так было. Вот прям вот реально всегда так было. Нам кажется, что всегда так было. Ой, чем больше тебя слушают, тем больше доходит. Ну вот классно, вы себе через меня говорите. Вы уже дошли до такого состояния. А раньше я это то же самое говорила. То же самое. У меня всегда так было. Я всегда говорила это. Но вопрос в чём? В том, что сейчас вы обратили на себя внимание и захотели внять информацию. До этого вы были не готовы, не хотели, не было желания, не было интереса. Был интерес, но какой-то другой в чём-то. Из-за другого состояния смотрели. Я тоже заметила, как только их на карте минимум, я по-настоящему расслабляю булки и начинаю делать всё, что хочу. Минимум. О, класс. Когда есть деньги, ты думаешь, блин, куда их потратить? Когда их нет, интересно, откуда они возьмутся. А когда их нет, можно вообще даже не думать, будут они или нет. Я никогда не знаю, сколько у меня денег в кошельке. Посчитайте. Семь тысяч. Интересно. На дальних подступах к вам уже пришёл ваш. То есть не завидуйте. Это ваш почтальон, вам их несёт. У вас есть фокус внимания на деньгах, поэтому вы их сейчас видите. Но у вас их недостаток. Вы чувствуете внутри сейчас недостаток. А почувствуете себя, как будто они уже у вас есть. И тогда вы поймёте, блин, как это классно, что я их вам показала. Хотел спросить, как поменять точку обзора. Ты должна заглянуть в себя, что ты сейчас чувствуешь. Посмотри предыдущий эфир. Обратить на себя внимание, что ты живёшь из чувства недостаточности. Чего тебе не достаёт, какого желания. То есть наш ум не понимает, потому что чувства, слова невозможно обрести. Можно, но подогнать их под какие-то старые шаблоны. Но это делать не нужно. И наш мозг просто создаёт букет чувств, прям комбо чувств разных, прям уплотнённую форму, которая в материи проявляется как какой-то кусок желания. Ребёнок, или еда, или квартира, пофиг вообще. Отношения. Посмотрите, что вам недостаёт. Пишитесь по соблеванию. У вас сейчас точка обзора на недостаточности. Ну чё недостаёт-то? Какой букет? Машину вы хотите? Ну хорошо, машину, или работу, или хобби, предназначение, которого нет. Посмотрите, что вам недостаёт. А что на самом деле за этим словом стоит, за этим образом? Какие чувства? Ну и дайте их себе сейчас, прочувствуйте. Вот я хотела, вначале начала говорить, и уехала с тем, ну как обычно, уезжаю. Почему-то вы хотите, чтобы я тоже уезжала. Про деньги. Вы хотите, например, вам нужно 30 тысяч рублей. Что вы на них хотите? Вы хотите их обменять? Мы не будем говорить про долги и кредиты, потому что долг и кредит — это просто задолжали себе чувства и внимания к себе, любовь к себе. Всё. Как бы это уже тысячу раз обговаривалось. Просто недостаток себе, любви и внимания — это уже говорит о том, что у вас внешние долги. Даёте любовь и внимание к себе, испытываете эти чувства, долгов вовне нет. Как они произойдут, блин, наблюдаем с интересом. Всё, я про это не буду говорить, я уже это сказала. Ещё расскажу в следующем эфире или в конце этого. Не знаю, люблю повторять. Я повторяю сама для себя, я укореняю свои шаблоны мышления для того, чтобы, блин, эти мысли-формы уже просто встроились в меня, я уже перестала думать о чём-то таком. Я повторяю для себя. Если вы будете, я для себя рефлексию делаю через прямые эфиры. Если вы будете на видео записывать свои мысли, вы офигеете, просто у вас такая изобильная башка, у вас столько знаний, столько всего, но вы это не применяете, потому что вы, блин, себя не видите, не слышите. Но как только вы себе это расскажете, вы офигеете, что вы всё знаете, уже у вас всё так было, вы уже это всё пробовали, всё получали, и у вас желание вот так. Вы это всё в курсе вообще, всего, что я говорю. Но просто вы не обращали на это внимание, ну, на себя, любви к себе не дали. И поэтому эта забитая башка у вас болит. Она болит, но реально больно, блин, потому что она уже говорит, блин, ну, обрати на себя внимание. А чего вы думаете-то, голова болит? Потому что у вас есть всё, и она, блин, кричит. Обрати на себя внимание, рефлексию записываете видео, каждый день говорю. Озарение вот по этим чувствам и по многим-многим-многим-многим вещам. Девочкам приходят к мальчикам, которые у нас на рефлексии на канале просто записывают видео о своих мыслях. Да там вообще в космос можно улетать, сколько талантов уже. Просто каждый день просыпаются. Но они обращают на себя внимание, и всё. И у них голова не болит. Потому что они всё это проговаривают, узнают, наблюдают за собой. Это моё, нифига, блин, я столько знаю. А вы себя не цените. Я стрёмный, недостоин. Я такой, я сякой, да я некрасивая, я непонятная, я инопланетянка, я такая сука мерзкая. Да если вы заглянете в свою голову, сколько всего там интересного. Да это такая ценность, у вас проснётся просто. Вы вообще просто, вы офигеете, какой вы ценный у себя, невероятный. Там столько в мозгах у вас интересного. И вот эта ценность как проекция, это чувство ценности внутри себя, да, она как проекция вовне, сразу вот этими материальными всеми благами вам подтвердится. Но как только вы пойдёте в свою бошку, смотри, что у вас там, что там болит. У кого болит голова, это хорошо, вы уже дошли до пика. Изобилие просто невозможно, уже распирает из головы. Поэтому она и болит. Начните делиться с людьми любовью. Ну для этого нужно дать её себе. Сейчас трансформацию делали с девушкой, да, она такая. Я не помню, какой шаблон мышления, она говорит, люстра. Новая, третья, люстра. Я, говорит, не знаю, не знаю. Короче, я поняла, нужно светить светом на людей. Каким, говорю, светом? Ну вот я люстра, да, и вот я освещаю людей. Я говорю, блин, ну чтобы людей освещать, надо, что делать-то? На люстре лампочки, лампочки на люстре, да. Как они освещают? Они сначала загораются, ты внутри сама зажгись, своим светом себя свети, и тогда, блин, ты будешь на людей светить. Как ты, блин, на людей светишь, если ты тухлая просто? Ты не видишь себя вообще тухлая? Как, как можно светить на людей, если лампочки нету? Ты не освещаешь. Ну как это, ну вот открыть этот свет внутри себя? Обратить на него внимание, понимаете? На себя, на мозг свой. Что там внутри? Просто там изобилие всего. Вот всех этих чувств, которые мы проявляем во мне. Так вот, про деньги. Пятый раз, наверное, начиная ещё с прошлого эфира, я всё никак не могу дойти. Надо вам 3000. 30 тысяч, пофиг, 20. У кого сейчас какие рамки в голове, у того там сумма поменьше будет. Кто там сознанием расширен, сразу там, а чё, блин, миллион. Миллион так миллион. Ну, если вы готовы к миллиону, почему нет? Что я хочу на этот миллион? Что я хочу почувствовать? Что я хочу на него сделать? Ну, я бы на миллион или там на 100 тысяч, или на 30 тысяч пошёл. Ну, давайте 30 тысяч. Пойду, короче, в магазин, куплю себе классные шмотки. А как я в них себя буду чувствовать? Да я офигенно буду чувствовать. Я буду идти по улице и такой, бля, классный я. Посмотрите на меня. И вот это чувство, ну, почувствуйте это чувство. И потом подумайте, а нафиг вам одеваться в эти шмотки, если это чувство уже есть в вас. Согласны? А вы можете сейчас одеться в бомжа и пройтись по улице с таким чувством? Есть такие тренинги очень классные. Мы на моём тренинге год назад переодевались в бомжи ради этого. Чтобы почувствовать, какой ты классный, бля, бомжом. То вам пофиг на эти шмотки будут, потому что люди на вас будут смотреть такими же офигенными глазами, как вы на себя смотрите. Потому что им пофиг вообще на одежду, они её не увидят. Они увидят этот свет внутри вас, вот этот свет. Понимаете? Им хорошо будет. Они будут чувствовать то же, что чувствуете вы. Потому что люди наделены вашими чувствами. Все люди наделены в вашем мире, вашими чувствами. Они чувствуют то, что вы чувствуете. Если вас обижают, это вы все обижаете, это ваше внутреннее чувство. Если вы боитесь, что они там подумают, это вы херню о себе думаете. Понимаете? Вы херню о себе думаете, что я такой стрёмный, я такой неправильный, Я не то делаю, я там волосы не покрасил, не помыл, вот я сегодня не мыла голову, мне вообще пофиг, мне так классно. Я не думаю, что кто-то смотрит и думает, вот, сука, вряд ли, ну хотя даже и так думает, ну хорошо, кто про себя так думает. Короче, не в этом дело. Когда вы понимаете, что, блин, я такой классный, я на эти 30 тысяч рублей хотел себе костюм купить офигенный, присмотрел. А вы дайте это чувство сейчас, и вы поймёте то, что вам это нафиг не нужно. И наблюдайте, как эти деньги тут же вам придут. Либо этот костюм, он до вас дойдёт, просто дойдёт. Вы завтра выйдете на улицу и увидите в точно таком же костюме соседа, и вы вообще офигеете. Будете проходить мимо и испытаете кто-то чувство зависти, А кто-то вспомнит эфир и скажет, блин, да мой почтальон уже ко мне, но я ещё испытываю недостаток. Какое это чувство во мне мерзкое такое, проснулось. Почему это я недостаток чувствую? Как только вы это понимаете, у вас другое чувство просыпается, блин, у меня же недостаток, значит, мне ещё его не достаёт. А как сделать так, чтобы я почувствовала то, что мне классно? И как только вы себе этот задаёте вопрос, вы уже начинаете чувствовать. Вы начинаете чувствовать реально. Но если не чувствуете, вы задаёте следующий себе вопрос. А как себя почувствовать классно? Ну, вспомните другие любые моменты, какие у вас вызывали чувства, когда вам классно. Вспомните себя танцующим. Когда вы так натанцевались, так наржались просто, выпили бухлишко, пофиг вообще, бухлишко там, или таблосов наелись, пофиг. Вспомните просто это чувство. Я не говорю вам сейчас пить бухлишко, вам оно нафиг не нужно, если вы сейчас поймёте, о чём я говорю. Вы будете в таком состоянии, как после бухлишко. Вспомнили? Вот сейчас, в данный момент, пока я говорю. Что вас приводило в состояние такого, ааа, как мне классно. Давайте возьмём танцы. Так, возьмите музыку сейчас, включите и танцуйте, зная, что это есть ваши 30 тысяч, 30 тысяч, там, 50 тысяч рублей. И натанцуйте их, потому что вы хотите взять деньги, 30 тысяч рублей, обменять на классный костюм, чтобы пойти там на танц. И ощутить вот эти эмоции. А вы возьмите прямо сейчас, включите музыку, а нафига мне вот такой долгий путь? Через деньги, блин, через костюм. Сейчас танцуем, танцуем. Танцуйте. И когда у вас эти чувства есть, вы их уже себе дали. У вас энергия пошла. У вас прям поток пошёл. Любовь пошла, внимание к себе пошло. А оно и даст вам эти деньги. И вы такие, вау! Наблюдаем без ожидания, потому что вам уже, в принципе, ожидать нечего. Ну, то есть, как бы, если вы ещё их ждёте, эти 30 тысяч рублей, да, включайте ожидания, то подумайте, какие ещё чувства вам нужны. Потому что, видать, потанцевав, вы ещё не всё испытали, то, что за ними кроется. Там много чего. Может быть, там шаблоны кроются. Посмотрите, я крутой, либо я доказал сам себе чего-то. А что такое крутизна вообще для вас? Рассуждайте это слово, ну, порассуждайте. Либо зачем вы хотите кому-то чего-то доказать? Многие денег хотят для доказательства. Вот прям реально, доказательства. Вот что это такое за слово «доказательство»? Кому и чего доказывать? Вот вопрос. Если вы посидите с этим словом, покрутите его, повертите, почувствуете, что это вообще такое, то вам не надо будет ничего доказать. Если опять денег нет, вы опять пошли в себя. Так, вопрос. Какие я ещё хочу чувства испытать? Видать, не только танец. Может быть, попеть? Ну, или ещё что-то. Я не знаю. Это надо ходить в себя. И кроме вас внутри, никто вам ответа не даст. Я могу только фокус внимания направить вам словами, да? Идите туда, в себя. Так. Надя, я так пробовала, работает. Прямо недавно говорю себе. У меня есть уже кухня, мебель. Всё уже стоит в реале. Надя, ты прям подтвердила мои слова. Очень круто. Когда я начала себя искренне благодарить и любить со слезами счастья, мне написали по работе, что документ, который должен выйти 10 апреля, вышел вчера. Соответственно, мне пришли деньги раньше времени. Материальная действительность вот просто подтверждает сразу, вот моментально. Мой муж зарабатывает лёжа на диване. Раньше я думала, что это нереально. Блин, да вы что? У меня все эфиры. У меня нет денег, у меня нет здоровья, у меня болеют дети. А сегодня все говорят, что у вас всегда так было, и у вас всё работает. Нормально? Нафига я тут вообще в прямом эфире распинаюсь? У вас уже всё есть? Самореализующееся пространство. Да, конечно. Не могу почувствовать, как оживить акции, которые лежат у меня. Акции никак. Зачем вам акции? Они должны быть на 1000% активны. Ну, активны они на 1000%. Дальше что? Дальше ничего. Ну, активны. Не понимаю, что чувствовать хочу через это. А вы ничего не почувствуете, если акции где-то там лежат. Вам нужно на них чего-то купить, что-то сделать, что-то получить, какие-то эмоции. Какие эмоции от того, что у вас где-то что-то, циферки какие-то лежат, вы о них знать не знаете. Но если вы не знаете, так же вы можете знать. Представьте, что они лежат, всё. Точка. Ну, мало это что даст. Потому что вам хочется других эмоций. Как можно почувствовать? Вам они нафиг сейчас не нужны. Что-то за ними стоит, понимаете? Чувство защищённости может быть за ними стоит. Либо какие чувства там? Ну, на самом деле не одно чувство, там много чувств. У меня просто есть. А вы у себя есть. И весь мир вам принадлежит. Всё, вы уже у себя есть. Что ещё чего-то хотите? Какие чувства там стоят? Ну, разберитесь. Это вам нужно пойти к себе. Ляжьте, закройте глазки. И просто представьте. Ну, лежат они. И что? И что? Ничего. А может быть, вам пойти дальше? А что бы вы на эти деньги приобрели? А когда бы это приобрели, то что бы вы почувствовали? Зачем ждать от этих акций чувства, если они вам сейчас, в данный момент подвластны? И вы прямо сейчас можете чувствовать, зачем ждать эти акции, чтобы что-то почувствовать? Нафига дом 30 лет ждать? Нафига эти акции, пока они там поднимутся ждать? Вам игра интересна? Почувствуете в любой игре. Да мы уже играем. Игра в игре, игра в игре. Наша жизнь тоже игра одна спешная. Когда я делаю то, что мне реально интересно и хочется, вопреки любой логике и надо, у меня есть всё, я всегда в достатке. Что мы тут собрались, я вообще не понимаю. Классно. А я думала, что всегда новенькое, это ненормально. Но не могу без новенького. Это к тому, что мы такие существа, что мы не можем есть одну вишню всю жизнь. Мы не можем ходить в одном платье всю жизнь. Мы не можем одеть маску и ходить в одной маске всю жизнь. Нам всегда нужна новенькая. Потому что нам нужны чувства. И чувства рождаются только от смены состояния. Когда у нас меняется одно на другое. Потому что то, что мы получили, оно уже всё устарело. Потому что кусок материи нам не нужен. Нам нужны чувства. Но его мы получаем в момент получения. И всё. А потом оно у нас есть, но уже ничего не вызывает. Нам следующее чувство подавает. Нам ещё нужно. Поэтому мы никогда в своих желаниях не останавливаемся. Никогда. Потому что чувства — это движение. Движение — это новое. Познание нового. Что такое жизнь? Это движение. Вы остановились в покое. Вы покойник. А движение — это новое. Это постоянно новое. Понимаете? А это новые чувства всё время. Мы не можем удовлетвориться после того, как мы купили дом. Не можем. И когда машина. Нам хочется ещё лучшую машину. Это уже какая-то стромненькая, уже не вдохновляет. Ну, либо я себя заставил думать, что она меня всё время радует. Ну, хорошо, радует и радует. Но она у вас есть, всё, чего там беспокоиться. У вас зато куча других желаний, которые вам могут помочь достичь каких-то эмоций. И вы их такие достигаете. Достигайте. Вам так плохо, так плохо. Вы в борьбе работаете, работаете. Год работаете и минуту радуетесь. Офигенно. Зачем год? Вы можете этот год работать и испытывать эти чувства, которые будут там в конце. Если вы просто обратите на себя внимание. Блин. А почему я сейчас это не могу почувствовать? Если вы зададите такой вопрос, вам придёт ответ. Абсурд. Не почему. Вы можете. Вы всё можете. Это вы просто придумали для себя, что не можете. Что вот я пойду куда-нибудь с понедельника, и тогда вот смогу что-то сделать. Тогда я смогу там почувствовать. Вот с завтрашнего дня я начинаю худеть. Займусь собой. Но завтра не наступит. Только сейчас. Я так радуюсь тому, что тебя слушаю, что ты так щедро делишься, что ты так открыто. Благодарю. Благодарю. Ну, когда меня прёт, это просто невозможно внутри держать, понимаете. Любовь, она такая, лампочка такая. Когда она начинает греть, её не остановить, она начинает светить. И всё. Вот секрет. Но когда я этим делюсь, я расширяюсь. Клетка делится и умножается надвое. Когда я делюсь, я расширяюсь. Это ж круто. У меня и кошелька нет. Ну, классно. У меня есть. Я себе купила кошелёк лет пять назад. И прям кайфую от него, потому что у денег должен быть домик. Я их очень люблю, я их не отрицаю. Я вообще не отрицаю ничего. Почему? Многие говорят, всё, если тебе деньги не нужны, тебе нужны эмоции, желания. Да деньги — это просто способ интересный из многомиллиардов вариантов, как может исполниться желание, которое принесёт мне какие-то чувства. Хоть они мне и сейчас подвластны, но мне интересно и сейчас, и потом. Мне вообще всё интересно. Но я не жду, у меня нет вот этой вот привязки. Многие говорят, что деньги — это свобода. Но если вы держитесь за деньги, это вы уже не свободны от денег, это уже привязка к деньгам. Какая тут свобода? Свобода — это когда вас деньги не интересуют. Вы думаете, что когда у меня много денег, тогда они меня типа интересовать не будут. Да, будут вас интересовать, потому что когда много денег, фокус на деньгах. Как вас может что-то не интересовать, и при этом вы будете держать на них фокус? Невозможно. Вы держите всегда фокус на том, что вас интересует. Поэтому вы не свободны от денег. Вы не свободны от своих желаний, вообще не свободны. Что такое коронавирус? Там вопрос был, да? Я его там боюсь. Да что его бояться вообще? Мира иллюзии вообще нету, не существует. Мы сознание просто, блин, кайфуем. Для того, чтобы чувствовать себя в этой иллюзии. Вообще в матрице. Мы программа. Люди — это программа. И мир — это тоже программа. И нам сейчас показывает коронавирус, что такое коронавирус, который закрывает границы, да? Он нам показывает наши внутренние чувства зависимости, ограниченности. И этот вирус мы коллективно запустили только для того, чтобы осознать наш ограниченный ум, наше ограниченное мышление, наши ограниченные зависимости. Потому что мы зависим от всего. От желаний, от завтрашнего дня, от вчерашнего дня, который прошёл или которого вообще не было. Но даже если и был, он прошёл, его уже нету. Но мы зависим от прошлого. Прикиньте, мы зависимы от того, чего нет. Мы зависим от желаний, которых ещё нет. Мы от всего зависим. И при этом нам доступно здесь и сейчас всё. Вот вообще всё. Мы боги. Но мы зависимы почему-то. Мы сами придумали эту зависимость и решили от неё зависеть. И коронавирус просто показывает нашу зависимость. Это же круто просто. Это вирус, который офигенно нам показывает то, что у нас сейчас в данный момент в голове. Ну так смените это состояние внутреннее. Вот это вот то, что вы сейчас чувствуете, эту зависимость. Ну смените на свободу уже. Ну свобода бывает только в одной точке. Здесь и сейчас. В вашем состоянии. Через минуту и минуту выше, вперёд, назад, свободы нет. У нас только тут. Этот вирус со всех сторон вам орёт. Обратите на себя внимание. Но если вы уже стали свободны здесь и сейчас, то нету никакого вируса. Ну нету. Программа эров. Я тоже слушаю с каждым днём, всё больше сознаю. Мне повторю, как нужны. Повторяй. А я не могу не светить. Я, короче, уже зажилась. И я буду светить одним и тем же светом. Ну это круто. Чем это отличается от визуализации? Визуализация. Фокус на внимании, понимаете. Фокус. Держите фокус на недостатке. У меня этого нет. Ну я это сейчас почувствую. Состояние другое. Вот от состояния, понимаете. Когда вы понимаете, что вы хотите машину, визуализируйте её от недостатка. Вы её навизуализируете. Окей. Вы её притянете. Вы прочувствуете эти чувства. Есть такое. Визуализация работает. Долго, через жопы, проблематично. Ну это так уже последствия рассказываю. Когда вы понимаете то, что за машиной стоят чувства. За машиной стоят чувства. И вы можете эти чувства себе дать. Отпадает всякое желание иметь эту машину. Отпадает всякое желание ждать её, чтобы получить эти чувства. Потому что вы понимаете, что вы себя сейчас любите. И у вас внутри, в этой коробочке, кладезь просто этих чувств, которые вам подвластны здесь сейчас. Вы можете не ждать. А сейчас открыть, вы творец, вы можете творить. И вы творите всё этими чувствами. Понимаете? И вам уже пофиг на машину. На машину пофиг. Букет чувств этих дал себе здесь сейчас, воспроизвёл, как хочешь. Если какие-то чувства непонятны вам, вы можете представить эту машину и подумать, как бы вы себя в ней чувствовали. Вот прям представить. Завизуализировать, чтобы не машину завизуализировать. Понимаете? Визуализации машину визуализирую. А здесь это просто помощник нам, этот образ помощник нам. Найти чувства, которые нам не хватает. Потому что те чувства, которые мы даём здесь сейчас, это любовь. Это поток. Все хотят любви. Так это есть любовь. Понимаете? Визуализация нам просто поможет понять, каких чувств нам сейчас не хватает. То, что мы сейчас хотим. Какую любовь. А если это вон по Зеланду или там кто визуализирует фильм «Секрет», да? Смотрели, наверное? То это есть чувство недостатка. Это не причина во мне. Это не я творец. Это не любовь вообще. Это не те чувства. Я просто её визуализирую, да? И я все свои события потока нарушу. Приду, притяну, завою эту машину. Она у меня будет. Хорошо. Даже лёжа на диване. Но вы поплатите за это. Всякими жопами вообще конкретными. Потому что если её нету, значит в данный момент она вам не нужна. Потому что вы нахрен разобьётесь на ней. Не, вы можете её завизуализировать и разбиться. Реинкарнации, там заново родились. Но это просто забвение. Это иллюзия, что мы вообще рождались. Весь смысл-то визуализации-то какой? У нас, чтобы чувства вытащить. А в технике, чтобы машину визуализировать. А нам машина не нужна. Мы чувства хотим. Мы любви хотим. Мы хотим то, что за ней стоит. Понимаете? Вот в чём разница. Это просто колоссально разобьёт. Ой. Ударилась. А, кстати, мне Оля за 120 тысяч дала вот такой браслет из бриллиантов. Смотрите, класс. Глаз. Божественное око. Я всё вижу. Я наблюдаю за вами, как у вас озарение происходит из-за собой. А я наоборот всегда контролирую, сколько у меня денег. Печалька. А мне сегодня всю ночь снились деньги. Большие евро. Я их считала, перекладывала. Их так много было, что мне надоело считать. Елена, ну вы себе просто… Вы хотели это чувство почувствовать, и вы дали его себе во сне. Ну, вы почувствовали, они у вас есть. У вас это чувство проявилось. Вы можете его сейчас ещё раз воспроизвести. Вы себе помогли просто. Возможно, вы не могли понять, что вы будете чувствовать. А тут ночью вы это прочувствовали. Дайте себе это чувство ещё. Поживите немножко в нём. И всё, у вас будут деньги. Сначала чувство, потом материя. Потому что чувство – это всего лишь непроявленное внутреннее. Но чтобы они проявились, они какую-то форму должны иметь. И наш он эту форму придумает в виде материального объекта или нематериального объекта. Но то, что уже проявлено. Например, мужчина, отношения с мужчиной – это проявлено. Отношения вроде как бы нематериальные, пощупать нельзя, но он проявленный. Отношения проявлены. Это то, что мы уже с мужчиной мутим, крутим. А чувство, оно внутри, оно непроявленное. Это ваше желание, интерес, вот этот импульс, этот поток, эта любовь. И процесс вот этого проявления из непроявленного в проявленное – это называется вот этот поток, это у вас любовь. Она происходит, когда вы это наблюдаете. Вы наблюдатель, вы есть, вы творец, вы это наблюдаете. Со всех сторон уже пора, ну так. Ну, надеюсь, надеюсь, завтра вы будете присылать фотки на яхтах, на самолетах частных. Ну, там, куча денег. Фоткайте, присылайте, мне прям очень интересно, как это сейчас все у всех произойдет. Пошимали так. Благодарю, что ты такая классная, все доходчиво объясняешь. Нужна тренировка, потому что я все время скатываюсь назад. Да, да, да. А есть такое. Такая классная, но я давно не видела тебя и удивляюсь. Ты стала новой, другая изменилась. Кто изменился? Чувства внутри у кого изменились? Вы своими собственными чувствами в своем собственном мире наделяете персонажи нейтральные своими чувствами. Посмотрите мой первый эфир сегодняшний, это уже второй или третий, второй. Я как раз там про это говорила, что, Мария, вы так изменились, вы такая новая и вообще реально другая, классная, классная. Что такое рефлексия? Рефлексия – это когда вы находитесь здесь сейчас, прям у вас поток 5 минут, 10, 15, 20. Вы смотрите на себя в камеру, говорите сами себе все, что вы там осознали, чувствуете. Это рефлексия. Вы просто офигеете от нее. Вы не пользуетесь такими банальными способами, которые, ну, все уже кричат, но воспользуюсь там такая сила в этой рефлексии. Вы просто не представляете. Попробуйте. Я на аудио записывала, потом через время переслушала, была в шоке про то, что, Нелли, ты говоришь, я там говорила об этом же. Да. И только сейчас обратила на себя внимание. А когда вы это еще на видео, то вы на себя больше внимания обратите, чем на аудио. Понимаете, тут еще не только звук, тут еще и картинка будет. Вы уже еще глубже погрузите себя. Когда услышанное, повторяясь вслух сто раз, оно просто укореняется во мне. Я только не могу пока себе это говорить, мне уши нужны. Благо я себе создала уши сестры. Прямые эфиры. Давайте распространять этот свет. Если вы лампочка, нафига вам в тусклом коридоре светить? Выходите уже к людям, светите людям. Ну, зачем вам светить дома в сестре? Пускай сестра смотрит прямые эфиры. Чего вы боитесь? Вот чего? Вы боитесь, что люди вокруг станут такими же счастливыми, как и вас? Как и вы? Вы что-то эгоисты такие? Почему? Это что за эгоистические такие ваши намерения? Я боюсь выходить в люди. Да люди. Это я, я про себя сейчас говорю. Какая я эгоистка? Боже мой, мало, мало, мало аудитории у меня. Надо срочно расширяться на боль. Вот теперь вот мне реально захотелось еще больше аудитории. И все думала, нафига мне эти миллионы? Я не блогерша, мне не интересны миллионы этих подписчиков. Вот я одно время захотела, но из чувства недостатка. Вот сейчас он меня просто прет, потому что я понимаю, что, блин, какая я эгоистка такую, блин, информацию таить, это же нереально. Просто такую информацию таить от людей, это вообще светить просто вот в подвале, понимаете, в каком-то маленьком, где так мало мышек. Вот тут все такие мышки собрались, меня смотрят, крысевыши, летучие, всякие там паучки, мушки, плен наш к людям идти еще побольше освещать. Там другие звери есть, птицы, рыбки. А я что-то это... Вот сейчас у меня желание, я прям прочувствовала сейчас, вот прям прочувствовала. Видите, что такое рефлексия? Я вот сейчас говорю, у меня рефлексия. Я прям реально прочувствовала, когда обратила сейчас внимание на это. До этого я же не обращала внимания. Я не понимала, мне все ныли, что-то не блогеры и так далее. Я же понимаю, все зависит от моего желания. Если я не блогер, значит, у меня желание не быть блогером. Если я не имею аудитории в 10 миллионов, у меня желание не иметь, я не понимала, почему. Почему? Потому что у меня чувство внутри было вот этой недостатка и эгоизма внутри, вот прям реального эгоизма, что я не хочу говорить, чтобы люди об этом знали. Нифига, короче. И вы там по своим норам тоже сидите и показываете мне это всё время, а я не обращала на это внимания, представьте. Я не могу, я просто реально не могу. Офигела просто. Завтра, наверное, все выйдут в прямые эфиры, и это подтвердит мою реальность. Или сегодня, что завтра-то ждать? Вообще нету никакого завтра. Сегодня выходите в прямые эфиры, хотя бы 15 минут. Расскажите людям, что есть на свете любовь помимо денег. Расскажите людям, своей аудитории, которая живёт такая вечно в проблемах, в болячках, то что люди, ау, вы можете не болеть, у вас могут быть деньги, вы можете быть с благами, у вас могут быть любимые люди, вы можете быть красивыми. И расскажите им. У меня прям такое желание просто орать на весь мир об этом. Класс. Так, класс, я сама себе. Вообще такая классная сейчас. Второй день болит низ живота, такое чувство, что придатки. Сидела, разбирала, никак не могу понять. Так, ну тогда, если через трансформацию не идёт, ну, то через чувство, а что ты чувствуешь при этом? Давай, пиши. Дочь мало спит и часто снятся кошмары. Как её поддерживать? Она нейтральный персонаж. Что вы при этом чувствуете? Мы сейчас даже будем заходить не как раньше я заходила, просто вся информация на самом деле, она устаревает уже в момент её получения. Вы всё уже получили, забудьте старые эфиры вообще. Вот здесь сейчас новая информация, всё, всё вчера, я ничего не помню, не знаю, даже знать не хочу. Идите через чувства. Что? Завтра у меня, скорее всего, какой-то новый-новый секрет прям появится. Вот прям взрыв. Сегодня даже это только, наверное, вторая ступенька. Сначала было через мост, сейчас через чувства. А завтра, наверное, вообще что-нибудь придёт такое, ух. Идите через чувства. Что вы чувствуете при этом, когда вам дочь говорит про кошмары? Это ваше чувство. Что вы наделили этими чувствами дочь. Она нейтральный персонаж. Вы в ней видите что-то сейчас, своё собственное, да, чтобы это разобрать. Какой я классный, Блейн. Да-да-да-да-да, Морган, Серёга. Все классные. Костюм можно соседа снять. Нелли, объясните про зависть. Не поняла, как завистью поработать. Это уже, наверное, будет четвёртый раз, когда я объясняю про зависть. Зависть – это ваш почтальон. То есть, когда вы видите, что это у кого-то, это уже ваше. Вы уже, ну, просто у вас фокус внимания на этом был, и ваше желание уже материализовалось. Прикиньте, ваше желание материализовалось. Вы уже видите его. Потому что проявленный мир – это вы. Нету там никого, кроме вас. Всё нейтрально – это вы. Вы видите уже своё желание, ну, вот уже приплыло. То есть, раньше, если вы такие, причина не в вас была, да, вы жертва, ну, обстоятельства. А сейчас, когда вы будете смотреть на это, вспоминайте, блин, да это же я себе, это же зеркало моё. Это же я уже проявляюсь в этом. Но пока у вас чувство недостаточности, меняйте вот эти чувства. Узнавайте, что там за этой недостаточностью-то стоит на самом-то деле. Что за пустота такая у вас, почему. И ощутите то, что вот это желание, вот оно уже у подружки. А какие чувства испытали? Да она вам может поможет сейчас эти чувства испытать. Пригласит к себе домой, даст там порулить. Возьмите у неё там, хотели бриллиант, померите. Ну, то есть вы уже вот близко, почтальон рядом, он не может вас найти и передать вам ваше желание, потому что вы не в себе, вас нет. Он может вам передать в состоянии, когда вы здесь и сейчас чувствуете ваши чувства собственные, понимаете. Поэтому зависть – это то чувство охеренное просто, то, что, блин, у меня моё желание исполнилось, это же классно. Но только теперь нужно протянуть руку и взять. Ну, чтобы протянуть, нужно подойти к себе, да, взять. Для этого нужно обратить на себя внимание, то есть любовь вот эту вот включить к себе внимание. Какой раз я это уже повторяю, и я кайфую от того, что я повторяю в первый раз. Раньше бесилась такая, бля, что я повторяю, они те же вопросы, ща, вообще нормально, всё, светим дальше. Где посмотреть вчерашний эфир про чувства? А всё, он закончился, его нету, ну, как бы он удалился. Поэтому я сегодня повторила всё то же самое с первого эфира сегодняшнего, смотрите. Третий день спрашиваю себя, что я сейчас чувствую, меня прямо накрывает, а даже писать не могу. Не надо описывать, потому что если вы чувства будете не наблюдать и проживать, а описывать словами, вы подгоните их под старые шаблоны и убьёте, а у вас столько новых чувств открывается, а вы их будете подгонять под какие-то старые знакомые. Не надо, не надо, не надо. Просто кайфуйте, и слёзы вообще круто. Потому что мы вчера весь день ревели, весь, столько чувств, да. А если хочется здоровья крепкое, тоже танцы. Можно тоже танцы. Если у вас будет крепкое здоровье, как вы себя будете чувствовать? Да никак, вы не обратите на себя внимание. А когда здоровье не крепкое, это просто язык тела, который обращает на себя внимание. Вы, блин, просто орёте изнутри на себя, но, блин, посмотри на себя, почувствуй себя, почему ты не чувствуешь. Кайфуйте от того, что у вас не крепкое здоровье. Было бы крепкое, вы вообще бы себя потеряли. В этот момент всё, ничего, кроме этого, не существует. Я и чувствую это, и любовь чувствую, классно. У меня тоска постоянная. Что это за чувство, чем оно вызвано? И что вы хотите по-другому? А если у меня личных денег нет? Да у меня тоже нету, вот, вчера пришли. Я не коплю деньги. А, ну ещё 3 миллиона привалило тут на неделю. Но это случайным образом, ну, конечно, не случайно. Есть только муж работающий, а я в декрете. Это я без энергии. А вы смотрели вчера эфир или сегодня начальный? Что-то я аж потерялся от такого вопроса. Я уже думала о таких вопросах просто, ну, не может быть уже. Вы хотите, чтобы у вас не было денег. И вы хотите, чтобы у вас был работающий муж. И вы хотите быть в декрете. Это ваши желания. Они исполнены. Все ваши желания здесь сейчас, они все исполнены. Но если вам чего-то недостаёт, то вам недостаёт не желания, а чувств. Дайте себе то, что вам недостаёт. Идите туда. Если бы вы, например, были бы не в декрете, да, у меня не работал бы муж. Боже, спасибо. И у вас были бы личные деньги. Как бы вы себя чувствовали? Вот дайте эти чувства сейчас себе. Попробуйте их дать, по крайней мере. Обратите на себя внимание. Если не возвращают мои инвестиции и прибыль, простите. Не надо ждать вообще прошлого. Что его нету? Начинайте сегодня с этой точки, где сейчас не тяните с прошлого в эти долги. Ну и плюс вам говорят о том, что у вас долг к себе. Потому что любые долги вы должны или вам должны, без разницы, это долг к себе. А долг к себе? Какие долги к себе? Распишите. Как мне их почувствовать, чтобы мне их вернули? Блин, никак вообще. Даже не пытайтесь. Чувствовать, что вы мне их вернули, это чувствовать, блин, вечный недостаток просто. Недостаток чувствовать. Как вы не понимаете? Если вы будете чувствовать, как вам их возвращают, это же, блин, недостаток. Вам его уже вернули. Уже давно вернули. То, что вы отдали, вам сразу вернули в тот же миг, когда вы деньги отдавали, вам, блин, здоровье вернули и пять лет жизни. Но вы это не понимаете. Понимаете? Понимаете? Понимаете одно и то же, вот, трансформировала шаблон. Мне сегодня хотели отштрафовать на одну сумму. Ну, вы себя штрафуете, потом на другую. В итоге предупреждение, и то не смогли распечатать. Оксана, классно, нарушайте правила, ведь ничего уже. Материальная действительность говорит о том, что, эх, можно и без правил. Как проработать синдром отличницы? Да никак, покайфуйте. Что вам даёт синдром отличности? Ну, слуха, отличности, отличницы. Мы сегодня не будем про шаблоны мышления и как их трансформировать. Давайте по-новому, новую технику используем, хотя бы про чувства. Она ещё круче, чем шаблоны мышления. Хотя использовать чувства и шаблоны мышления, трансформировать, это вообще комбо просто офигенное. Когда вы трансформируете шаблоны мышления, вы в это время ощущаете как раз те чувства, которые были в этих шаблонах мышления. Вы как раз эту силу ощущаете. Они просто вам помогают, эти чувства, внутри родить. Сидром отличницы. А что там хреново, классно же. То есть, как бы, или побольше напишите, или что, я даже не могу так сказать. Когда вы отупеете, вы что чувствовать будете? Всё время быть хочу хорошей. Признайте себе честно, что вы лжёте. Вы хорошая разве? Так а что вы лжёте? Вам нравится всем им врать? Что за эгоизм такой? Всем врать какая хорошая. И никого ещё и нету. Вы себе врёте. Зачем? Зачем? Чтоб хвалили и любили. Ну, хвалите себя, любите себя. Ну, вы уже есть у себя. Вы себя похвалите, и сразу эта материальная действительность покажет, что вас начнут все хвалить. Но вы себя даже не хвалите. Если вы такая отличница, хвалите себе. Радости давайте, кайфушки. Какая вы классная. Подарки себе сами давайте. Вы же классная, вы же хорошая. Вот давайте себе подарки. Я чувствую себя в вас. Спасибо. Этот эфир про чувства остался. Да не... Ну, это вот. Я повторяю два эфира. Всё. Вчерашних эфиров нет. Вчерашнего дня нет. Не существует. Нету. Нету. Сегодня есть вот второй прямой эфир. То же самое. Повторяю. Только другими словами, ещё круче, ещё лучше. Вчерашнего дня не существует. Забудьте. Звони сейчас прямо друг. Спрашивает, какую шоколадку мне взять. Неожиданно. Радостно. Приятно. Вот. Мария покайфовала прямо сейчас. Почувствовала что-то. И сразу приятко. Ну, блин, материальный действительно моментально показывает. Но не в ожидании будьте. Вам нужно... Помните мой прямой эфир на зелёном фоне, где я говорила про принятие? Вам нужно выкопать до такой степени, почему это хорошо. Ну, любую жопу. Чтобы вам эта жопа понравиться должна. Ну, то есть, как бы... И вы начнёте понимать, почему это хорошо. И вы перестанете её менять. То есть, с ней бороться. И тогда всё, жопы не будет. Потому что, блин, жопа станет вдруг классной. И когда вы поймёте, это принятие, это женское принятие, женская пустота, это женская энергия. И когда вы принимаете всё, почему это хорошо. Почему я сейчас начала про принятие говорить? Не помню. С чувствами так же. Когда вы понимаете, что вам не желание нужно, а чувство... Вам желание перестаёт хотеться. Вам уже оно не нужно. Вам не желание нужно. Если вы это понимаете, и вы дали это чувство, вам вообще насрать будет на это желание. Но как только вот это чувство важности на это желание, привязка к этому желанию, и ожидания отвалятся, сразу же почтальон вам вручит вот это вот. Вот вручит. Когда вы есть здесь сейчас? Постоянная потребность в новых чувствах рождает недостаток вечный и поиск вовне. Конечно, напряг. А рыть надо в себе. Да не рыть, просто остановиться уже, просто остановиться. Шаг к себе – это уход от себя, потому что любой шаг – вы уже на месте. Понимаете? Так, у меня минутка осталась. Там куча смайликов, опять куча вопросов. Я сейчас выйду, на третий час нужно? Нет, я уже не знаю. Нет, читая последние сообщения, какими инструментами вы проявляете любовь к себе, всё, у меня уж, короче, вот желание пропало. Сказывайте. Какие инструменты? Любовь к себе – это внимание к себе. Любовь к себе – это внимание к себе. На то, что я здесь и сейчас чувствую, это любовь к себе. Как только я не чувствую себя в себе, нет любви к себе, всё. Я не знаю. Как это можно повторять тысячу раз? Какие инструменты? Инструменты! Взять, подойти к зеркалу и попробовать посмотреть на себя или закрыть глаза и сказать себе, что я себя сейчас там... мозг разрываю. Что я сейчас чувствую? Что я сейчас хочу? Любовь к себе – это внимание. Что вы сейчас в данный момент, блядь, в этом теле делаете? Всё! 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 Нет инструментов! Нету! Какие инструменты, блин! Инструменты! Подать мне инструменты! Боже мой, это я, что ли, такая? Это я такая, да? Это я такая. Я наделила вас тупыми людьми, потому что я тупая. Вот, как только я признаю в себе тупую, я чувствую, какая я тупая, то я уже увижу вокруг это, что все всё поняли. Да, это я всё про себя, не про вас, поэтому не переживайте. О, благодарю, благодарю! 15 секунд, 14 секунд, 13 секунд.